Однажды, когда я рассказывал о Беларуси, мне в комментарии пришли целые толпы беларусов, которые рассказывали о том, что я вру, что я зажравшийся москаль, что все не так и все неправда. Я решил для себя, что никогда больше не буду затрагивать эту тему. Никогда больше не буду рассказывать ни о Беларуси, ни о беларусах, потому что они все какие-то, как бы помягче выразиться, не воспринимающие конструктивную критику, даже если она сказана максимально мягко. Но когда 250 тысяч человек вышли на площадь в Минске и сказали, что им не нравится, у меня закрались некоторые сомнения на тему того, что может быть в Беларуси есть свои кремлеботы, и на самом-то деле люди не совсем уж довольны всем стадо. Поэтому я все-таки решил высказаться. Всем привет, с вами Саргас. В очередной раз по делам я приехал в Минск. Мои отношения с Беларусью непростые, как я вначале сказал. Я очень долго вообще не хотел о ней ничего говорить. Кроме того, что не выходите на митинги, вам только голову разобьют. Слышал тут недавно историю о девушке, которая после митинга потеряла слух, которая считала, что ей терять нечего. А вот потеряв слух, поняла, что терять было что. Поэтому, ну, я очень ей сочувствую, но я с некоторым скепсисом, с еще большим скепсисом отношусь к таким оппозиционерам, которые такие, ребята, выходим на митинги, все будет ништяк, мы все изменим. И теперь, ну, вот в России, в частности, все оппозиционеры за рубежом, а все, кто их поддерживал, либо сидят, либо на подписке о невыезде, либо такие, а что, мы же хотели изменений. Вот так это и работает. Кто-то сидит, кто-то за рубежом, а кто-то просто не знает, что делать. Я изнутри знаю всю эту ситуацию, и поэтому давно говорил, что это все бесполезняк. То же самое и в Беларуси. То есть даже если вот прям сегодня власть сменится, еще лет 30 будет полная жопа. И вы состариться успеете, пока начнется что-то хорошее. Поэтому стоит учитывать, что государства всегда изменяются очень медленно. Я приехал в Беларусь, и что обнаружил? Ну, во-первых, судя по всему, всех, кто был недоволен, уже посадили. Или все уехали. Потому что, в принципе, города, ну, в частности, Минск, выглядят неплохо. Есть положительные изменения, открыто много новых кофеин, новых заведений, народ гуляет. Не выглядит так, что это какой-то совсем забитый люд, которые в кандалах ходят по улицам на работу в серых робах. Нет, все выглядит нормально, современно. Открываются новые сервисы. Пришла Яндекс.Еда. Появился тариф Яндекс.Такси бизнес-класс, где реально ездят Теслы, БМВ пятерки, Мерседесы С-класса, кстати. У нас тут даже с одним другом возник спор на тему того, что я говорил, что вот что в Украине за жопа с такси? На Мерседесах С-класса ездят только понторезы. Я, типа, в Питере на Мерседесе С-класса в такси ездил. Он чуть в обморок не упал. Говорит, как на Мерседесе С-класса в такси ездят? Ну, мы все равно друг друга не поняли. Он считает, что это невозможно, что Мерседесы С-класса в МГ-пакете это топ топов. Я считаю, что это, ну, просто бизнес-седан. Но тут не в обиду им будет сказано. Я просто Мерседесы не очень люблю. Но то, что в Питере, в России подобного класса машины можно там, условно, за тысячу рублей вызвать и приедет, там, дверь тебе откроют, довезут тебя куда надо. Это очень круто. В Беларуси к этому максимально приблизились. Тут вообще супер, вопросов нет. Каршеринги тоже работают отлично. С транспортом в Беларуси все хорошо. И даже сервис в такси стал сильно лучше. Я последний раз был в Беларуси года три, наверное, назад. И там каждый таксист мне хамил. В принципе, в каждом заведении, где мне могли нахамить, мне нахамили. В этот раз, ну, по крайней мере, в такси стало лучше. В заведениях общепита... Ну, не скажу, что лучше. В заведениях общепита дешево по российским меркам. То есть, ну, где-то на тысяча-1200 рублей можно на двоих нормально пообедать. В нормальном заведении там сетевые заведения пицца-темпа, ресторан-васильки. Короче, вот в галерее весь верхний этаж каких-то ресторанов. Я там везде попробовал поесть. Везде нормально, везде обслуживание неплохое. Единственное, меня несколько смущает, что блюда несут по 40 минут. Даже если народу особо нет. И интересно, что вы пытаетесь остановить официанта и говорите там, девушка, извините, а девушка ускоряется, пытаясь от вас убежать. Вот это меня просто поразило. Ну и в целом так чувствуется некоторая недоброжелательность, но нормально. Видите, в чем дело? Я ввиду своей профессии очень легко могу определить, что человек на самом деле испытывает ко мне. То есть, какая-то просто приклеенная улыбка, а ему на меня насрать, как обычно в России бывает. Или это действительно искренняя доброжелательность, как в Испании. То есть, в Испании заходишь в любое заведение, он улыбается, но он может не семи пядей во лбу, прямо скажем. Он может как-то некорректно себя вести, над чем-то не тем посмеяться, но он не хочет тебя обидеть. Он совершенно искренне рад тебя видеть. Испанец будет пытаться на пальцах там, на корейском, на французском с тобой дураком объясниться, там на бумажке тебе писать. Максимально все доброжелательно в Испании, в России, ну, как бы, хороший уровень сервиса, тебе улыбнуться, но на вас всем плевать. В Беларуси примерно такой же уровень сервиса, тебе улыбнуться, но вас, скорее всего, будут, если не ненавидеть, то к вам будут испытывать некоторую неприязнь. То есть, ну, я вот раз заходил в ресторан «Березка», просто пообедать, и меня там встретил хитман, такой лысый мужик в костюме, такой, вас ожидают? Так меня пристально осмотрел с ног до головы, я говорю, нет, я пообедать. Сел, заказал борща, там все в таких вечерних платьях, мужики, в дорогих костюмах, это, видимо, какое-то крутое заведение считается, но цены, как везде, 300-500 рублей за блюдо российских, нормально. В принципе, вкусно, хотя отзывы, как я потом почитал, плохие. В общем, в заведениях общепита у меня есть определенные вопросы, но в целом норм. на улицах играют уличные музыканты, в принципе, приятная атмосфера, хотя ощущается, что это все-таки какой-то не столичный город, не самой маленькой страны, а вот какая-то такая российская или просто постсоветская провинция. Все очень тихо, очень размеренно, и если что-то нужно, с появлением галереи стало сильно проще, но вот скажем, если вам внезапно понадобится микрофон Блюетти, к примеру, ну, я не пытался его там купить, но вот такой пример, хрен вы его где найдете, скорее всего, нужно заказывать, то есть в этом плане как раньше было, так и сейчас большинство всего под заказ, хотя там сейчас с этим сразу скажу сильно лучше, то есть не могу сказать, что сильно уж давят там малый бизнес, там и плойки есть в наличии, и Nintendo Switch все в наличии, в смысле пятые плойки есть в наличии, естественно, по совершенно безумным ценам, но тем не менее они есть, там и макбуки и прочее, что нельзя купить прямо сейчас, можно заказать и там в течение нескольких дней привезут. На почте как хамили, так и хамят. Сама почта работает лучше, чем российская, то есть доставляет быстрее и прочее, но вот как я жил какое-то время в Беларуси, отправлял ученику посылку ассасина, там, по-моему, 5 килограммов подарочного в США, господи, я 8 часов, по-моему, провел тогда на почте, она такая, это что, ассасин, что такое ассасин, а вашего ассасина нужно декларировать такую амбарную книгу, кирпич достает, такой ассасин, ассасин, нет у нас ассасина, как его отправлять, господи, в общем, с почтой, как везде в СНГ, забейте, но в целом доставляет она быстро. Жилье дорогое, просто до безумия. Я снял 4-комнатную квартиру на проспекте Независимости в центре Минска, это технический центр, но все заведения, все, где можно пообедать, оно в сторону галереи, то есть вокруг галереи, там, где старый город и прочее, и туда идти минут 50 пешком. И я что-то 90 тысяч рублей заплатил, это очень дорого. За 90 тысяч рублей в центре Питера можно снять несравнимо лучшую квартиру, и вся квартира, которую я снимал, была какая-то грязная, все какое-то поюзанное, паркет протертый, все старое, кровати какие-то продавленные, то есть, ну, в Питере я бы такую квартиру, вот если бы прям искал квартиру того же уровня, я бы, наверное, снял тысяч за 40, ну, учитывая, что 4-комнатная, ну, может, за 50, но это прям очень с натяжкой, в Минске 90. Я снимал в центре Питера квартиру за 75 тысяч рублей, муа, я прожил там два года, лучшая квартира в моей жизни, я всегда теперь буду искать такой же ремонт, такое же расположение, такую же высоту потолков, я готов, я, когда съезжал, я нафотографировал эту квартиру, чтобы, когда дом куплю, чтобы мне кафель даже так же положили, это было идеальное жилье, единственное, мне не нравились обои в кабинете, но, тем не менее, лучшее жилье в моей жизни, лучшая квартира, 75 тысяч рублей в месяц, я в Минске нашел такую же, знаете, сколько она стоила, 11 тысяч рублей в сутки, то есть больше 330 тысяч рублей в месяц, без коммуналки, вы, вы че там, вы там совсем охерели, что ли, откуда у вас такие деньги, у вас средняя зарплата 500 долларов, это средневысокая зарплата, вот я встретился там случайно с подписчиком, у него там, у мамы, по-моему, зарплата 150 долларов, что ли, она врачом, по-моему, работает, где, откуда, кто, кто это снимает, объясните мне, при этом, ну, в Минске, да, немало иностранцев, особенно, вот, как раз в галерее, этот стал такой оплот цивилизации, ее достроили, наконец-то, года три назад, и там куча явно людей при деньгах, там, какие-то люди из восточных стран, судя по внешности, может, на них рассчитано, но они все, живут, судя по всему, вот в этом отеле Хилтон, который прилегает к галерее, то есть, в Минске все квартиры пустуют и все дорогие, а первую, которую я снял, вообще, сначала я снял отель, не помню, как называется, прилегающий к ЖД вокзалу, такое высокое здание, ну, не очень дорого стоило, и здание такое солидное, ресепшн солидный, открываешь дверь в номер, там просто такая комната отдыха на вокзале, класс, при этом, ну, стоит не очень дорого, но за эти деньги можно что-то приличное снять, следующее, я снял по объявлению, там, квартира в центре Минска, там, расписали, все здорово, классно, я на такси с сумками из этой гостиницы приезжаю по адресу, а там ресепшн, я отдал деньги, взял ключи, и она мне называет адрес, и это где-то в партизанском, по-моему, районе, полтора часа до центра пилить, о чем я узнал, уже приехав, я в Минске давно не был, уже не ориентируюсь, открываю квартиру, там, да, одна из самых дорогих студий в центре Минска, к сожалению, тут непонятно на видео, но я постараюсь приблизить, ощущение такого сугубо бабкиного ремонта, просто невыносимая, черная блесень, красота, деревянное окно в ванной, и как вишенка на торте, ну, картина, и как вишенка на торте, вот это, да, ну, и запах тут тоже такой, специфически тоже плесень, вот, это коридор, как в избе, мне кажется, я однажды был в гостях у какой-то родственницы, пожилой, и вот там, тут тоже вот такие прям, белые стены, тюль, ну, ну, кухня на самом деле более-менее, след от бутылки брошенный, ну, в принципе, на неделю, наверное, сойдет, ванна в плесени, текущий унитаз, не закрывающиеся, рассохшиеся двери, воняет какой-то сыростью, в шкафу какой-то хозяйский хлам, я не припомню, сколько это стоило, если найду, я прикреплю, ну, что-то какая-то жесть, ну, то есть, тут откровенный обман, я им звоню, что за дела, там, плесень, все такое, у меня аллергия, там, мы вам перезвоним, ну, никто, естественно, не перезвонил, деньги не вернул, я деньги потерял, оттуда съехал, потом жил, как раз, около галереи, где-то месяц, ну, не помню, сколько я там пробыл, но снял студию с приличным ремонтом, я переехал в другую квартиру, поприличнее, правда, тут нет ванной, но и там, можно сказать, не было ванной, студия, это гардеробная небольшая, кухня, зачем-то, ненужная часть квартиры, почему-то все люди, которые выпивают, хотят дома барную стойку, я вот ненавижу барные стойки, и находится это в самом центре Минска, телек, кстати, LG, это радует, значит, тут есть YouTube, а то там на телевизоре был только батька, собственно, вот если выглянуть, туда, в галерея, где я вчера был, Минская, и старый город, буквально идти, ну, может, минут 7-10, то есть район неплохой, но единственный нюанс, приличный ремонт, нормальная стоимость, но рассохшаяся дверь в ванну открывалась только спинка, ну, мне как бы без разницы, ударом кулака я дверь открывал, а если бы сняла квартиру там, хрупкая девушка, она бы осталась жить в ванной, умерла там, далее, хорошая квартира, хороший ремонт, видно, что поработал дизайнер, владелица квартиры живет во Франции, сдает ее мама, при этом, какое-то рваное, застиранное постельное с цветочками, я звоню хозяйке квартиры, говорю, что это такое, давайте я доплачу, мне нормальное постельное привезут, привозит их уборщица, другой комплект постельного, та же хрень, просто без дырок, то есть застиранное говно с цветочками, я теряюсь, почему, зачем, я в итоге купил, по-моему, себе новое, постельное сам, как это работает, я заказал у них еще уборку, уборка стоила недорого, раз в неделю ко мне приходила эта уборщица, ой, как бы вам так сказать, после уборщицы мне приходилось долго проветривать, не будем углубляться в эту тему, но есть там такая проблема, не единичный случай, скажем так, уборщица местная, что я могу сказать в целом о социальной жизни вообще, если приехать ненадолго, вам в Беларуси понравится, если прожить сколько-нибудь долго, нет, если углубляться в местную жизнь, в местные реалии, что там по-прежнему все хамят, по-прежнему половина заведений, как минимум половина государственные, соответственно, нет никакой конкуренции, на вас всем насрать, по-прежнему есть советские универмаги, я там ходил как по музею, я Советский Союз не особо застал, но там в начале 90-х, я помню, был в универмагах, там стояли вот эти стеллажи с одинаковыми кастрюлями, эмалированными и алюминиевыми, стеллажи с какими-то телефонными аппаратами, шапки зимние, я все это снял, я добавлю, и я ходил как по такому кусочку Советского Союза и просто офигевал, а главное лица продавщицы, вот я их, к сожалению, не заснял, там снимать нельзя, я так аккуратненько с телефоном проходился, но столько презрения к своей персоне я не видел никогда просто, че ты тут ходишь, сейчас еще попросит, че-то попросит, я сразу в рыло плюну, кошмар, просто кошмар. Там у одного из моих близких был день рождения, я арендовал дом в пригороде, пригород находился в двух часах езды от Минска в Гомельской области, потому что все остальное, вот просто все, это просто жопа, это какие-то разваливающиеся бомжатники, какие-то деревни, то есть какой-то продавленный бабкин диван, неотесанные стены, ужас, и стоит это там, ну, до 11 тысяч рублей в день российских. За 25 тысяч рублей в день можно снять приличный коттедж, который будет стоить там в Питере 5 тысяч рублей в сутки, ну, так, плюс-минус, навскидку. Я теряюсь, я поражен, я не знаю, как это работает. Ценообразование в Беларуси рассчитано на каких-то шейхов, судя по всему, ну, или на... Хотя там такие бомжатники сдаются за нормальные деньги, я вообще не представляю, на что они рассчитывают. Ну, и очевидно, они все пустуют, никто это не снимает. Я нашел один нормальный коттедж, ну, частный дом, хороший, с хорошим ремонтом, европейский, европейского типа. В деревне Жировичи это белорусский Ватикан. Там стоит собор большой, красивый, и вокруг абсолютно нищая деревня с одним сельским магазином и столовой при монастыре. И мы приезжаем на каршеринге туда. Каршеринг, как я уже сказал, работает неплохо. И хозяин дома такой, ну что, как бы вы хотели отдохнуть у нас? Я говорю, что? Я вот дом снял, в нем я и хочу отдохнуть. Ну, вы хотели бы к иконам каким-нибудь прикоснуться, святой воды купить, на озера поехать? Нет. Не хотел бы. Судя по всему, я единственный, который приехал туда случайно. Все едут какими-нибудь паломниками. Ну, он мне сразу там, мы можем дать вам велосипеды. Кстати, я не знаю, какие проблемы у местных. Я не припомню остальные случаи, но выглядит это примерно так. Вот помню один. Я купил велосипеды на сутки, ну, в смысле, арендовал по 600 рублей за велосипед. Это не велосипеды, это просто рухлить. Ну, допустим, фиг с ним, деревня, что я хочу. Он говорит, вот там, там, озеро, можете до него доехать. Едем мы, едем, едем мы, едем, лес все плотнее, смеркается, комары увеличиваются пропорционально нашему углублению в лес. И вот еще чуть-чуть и от комаров нужно будет отстреливаться из автомата. Я думаю, дай посмотрю. Ну, нам, в принципе, сказали, по какой дороге ехать, но я, может, где-то не там свернул. Смотрю на карте, а там нет озера. Не то, чтобы там рядом или не рядом, его вообще нет. Никаких водоемов рядом нет. То есть, есть один водоем внутри этого поселка, но он, как бы, маленький, и вот он прям рядом, до него не надо ехать, мы его видели, и он в другую сторону. Странно. Мы прошлись три раза туда-сюда по этой деревне, больше там заняться нечем. Хозяин дома говорит, знаете, вам обязательно нужно попробовать монастырскую кухню. Вот мы в монастырской столовой, сейчас у нас встреча выпускников, мы в монастырской столовой берем всю еду, там так вкусно. У местных мы берем самогон, и вот монастырскую еду просто вообще пальчики облежишь, ничего другого не надо, даже шашлыки не жарим. Когда я зашел в монастырскую столовую, я понял, о чем он говорил. Он говорил о самогоне, потому что я человек не пьющий, и три заморенных кильки не кажутся мне отличной едой. И там, опять же, я приложу фотографию, там стоит квас, причем, когда я попытался купить квас, мне девушка, которая все это продает, такая, не надо, не стоит. Квас, вареные яйца, мелкая какая-то жареная рыба, засохший салат, и оладьи. Я даже драников там купить не смог, я их страшно не люблю, но там человек, один из моих спутников, впервые был в Беларуси, я все порывался его накормить драйниками. Накормил в итоге, больше он драйники не ест. В общем, я купил какие-то сладкие оладьи, запил их минеральной водой, потому что моих спутников не пустили в монастырь, ну как это выглядело, там, столовая, церковная лавка, я захожу в церковную лавку, говорю, здравствуйте, скажите, пожалуйста, нужно платки девушкам покупать, чтобы зайти в монастырскую столовую, она такая, нет, не нужно, заходят люди, о которых идет речь, и эта женщина просто меняется в лице, то есть я зашел в рубашке, в брюках, заходит, и она так, у нас тут монахи, я думал, я думал, прям там удар хватит, ну, в принципе, нести далеко не надо, в общем, скажем так, в юбках лучше в такие заведения не заходить, она еще вслед кричала, что и ноги голые не должны быть, или что-то такое, в общем, в монастырь мы пойти смотреть, не то, чтобы не стали, не захотели мы ходить в монастырь, я в принципе не горел желанием, но когда я прошелся вокруг, специфические ощущения, с одной стороны, очень худые животные, то есть я таких худых животных вообще не припомню, чтобы когда-то видел, по крайней мере, живых, а там просто скелеты котов, скелеты собак, явно местные не кормят их вообще никак, конечно, по словам Варламова, это круто, с другой стороны, если у вас две бродячие кошки, живут прям при монастыре, но может их стерилизовать и все-таки кормить, чтобы они хотя бы с голоду не умерли прям там у вас, с собакой та же ерунда, то есть там скелет собаки ходит, гнетущее впечатление, в целом, вокруг очень бедная деревня, очень красивый такой собор, прям как будто в Питере вот его взяли и воткнули в эти жировичи, но вокруг все полная разруха, типичная постсоветская деревня. Я уезжал так с тяжелым сердцем оттуда, крайне какое-то неприятное послевкусие, хотя при этом надо сказать, что вокруг этого места такой, не знаю, буст энергии, что ли, христианской, что вообще темных сущностей там нету, только какие-то призраки монахов изредка так проплывают, а там все спокойно, но жить там не знаю, не знаю, и вообще ездят туда, я как-то вот повторения бы не хотел, мне совершенно не понравилось, хотя там в доме, где мы жили, там прям портреты тех, кто туда регулярно ездит, но я фамилии называть не буду, но скажем так, вы все их слышали, как минимум половину из них там с подписями, и все, в общем, христиане чувствуют туда регулярно наведываются, короче, впечатление от Беларуси гнетущее, но после Беларуси я полетел в Грузию, и что я могу сказать, Беларусь прекрасная страна, богатая, интеллигентная, образованная, вот Грузия жопа, благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт максаргас.ком, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!